Как вам это понравится? Задался вопросом Уильям Шекспир в свое время и написал одноименную пьесу, в которой дочь свергнутого герцога Розалинда, переодевшись в юношу, бежит из дворца с кузиной сели. А потом лес, луна, любовь и... А вот что дальше нам расскажет режиссер спектакля Александр Коручеков. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Ну, не будем спрашивать о финале, просто скажем о постановке, расспросим вас. Расскажите, что мы увидим на сцене? И главное, когда? Да. Ну, когда 12 декабря, 12, 13, 14 премьера. А что? Да вы все рассказали. Дочь бежит, а дальше лес и так далее. И это одна из лучших его пьес, одна из лучших комедий, которые чему-то редко ставятся. Ну, так вот, «Двенадцатая ночь», «Сон в летнюю ночь», это так... Ну, да, это все, конечно, это привычное, да. Да, это тоже великие пьесы, все прекрасно. А как вам это понравится? Ну, как-то реже. Но мне очень нравится. Есть режиссеры, которые диктаторы, есть режиссеры, которые, наоборот, на артиста взваливают основную работу по сочинению. Вот при работе над этим спектаклем из труппы Пятого театра, как шел процесс? Вы говорили, что делать, или все-таки вы сочиняли спектакль вместе с ними? Да, мы старались сочинять вместе с ними, да. И это временами, ну, как-то получалось. Старался сочинять. Понятно, что времени мало, и что-то я знал, и предлагал уже то, что... Ну, какие-то решения. Но не все они, да, как-то принимались или реализовывались. Тогда мы искали какие-то иные ходы. И в этом смысле очень отзывчивые, ну, и какие-то живые артисты. Это не так часто бывает. Вот, кстати, вы их заставили играть на различных инструментах. В частности, мелодики, барабанах, аккортионе, скрипке. Даже на скрипке с бублом. И вот интересно, что касается как раз-таки этой музыки. Насколько нам известно, что она сочинялась во время репетиции. Это правда? Ну, да, я вот эту такую, да, тоже задачу поставил. Это вообще затея, ну, такая игровая и зависящая от компании. Потому что театр того времени, он какой-то, ну, мне кажется, да, он такими ключами открывается. Более условными, какими-то игровыми. И в этом смысле, я сразу сказал, давайте так сделаем. Для этой истории не очень подходит музыка, которая включается извне. Ну, так, на кнопке. Хотелось бы музыку без адреса. Это такой мир. Ну, что такое Орденский лес? Его же нет, да. У Шекспира это... В его детстве, рядом со Стретфордом, есть вот такая местность, которая называлась там Орденский лес. Ну, что-то там есть в Европе, да. Ничего про Европу Шекспира особенно там не знал, он там не был. И это все выдумано. Это в этом лесу пальмы, дубы, елки, львицы, змеи, овцы. Это где? Это какая местность? Там же зима и лето одновременно. У одних зима, у других лето, ручьи желчат и снег идет одновременно. Да, и это значит не, ну, совершенно не бытовой лес. Это какое-то, ну, место, где нам хорошо. Состояние души. Это время, когда нам было или хорошо, или не очень. Кому как. Для разных персонажей разная погода в этом лесу. Пятый театр у нас славится довольно сложной сценической машинерии. То есть у нас там на сцене были и горные отроги, и всякие там катамараны плавали, и песком все заносило. Хотя, с другой стороны, допустим, вот английский народный театр, в корне которого в Шекспире, собственно, имеют место быть, там достаточно было поставить на сцену табличку с надписью «Замок», и это был замок. Как в вашем спектакле решен вот именно вопрос этот с декорацией? Приходите, посмотрите. У нас тоже все, ну, достаточно просто. Это практически пустая сцена. И только кое-что, что-то вот еще, да, такое динамическое. Потому что, конечно, как решить этот лес, это огромный вопрос. Кажется, что мы придумали хорошо. Спасибо, Александр. Всех зрителей приглашаем на премьеру спектакля «Как вам это понравится» по пьесе Шекспира и постановщик которого – гость нашего города, режиссер Александр Коручеков. Всегда приятно осознавать, что жизнь кипит и бурлит, в общем, движется, и творческая среда города не стоит на месте, но и мы тоже не будем. Приглашаем всех в Пятый театр. А вот покорять новые вершины всегда полезно при чьей-нибудь поддержке. Например, звезд «Глобоскоп» далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова